Добрый вечер, в эфире Весь Карачаево-Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Начальник Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии Александр Галакаленко озвучил в главе Карачаево-Черкесии Рашиду Тимрезову итоги работы в 2022 году. В рамках исполнения поручений президента России, связанных с обеспечением безопасности граждан России, совместно проведен большой комплекс мероприятий, направленных на профилактику ЧС, усиление мер защиты жизненно важных объектов и укрепление материально-технической базы пожарно-спасательных и поисково-спасательных подразделений. В ходе встречи отдельно обсудили комплекс мер по обеспечению безопасности жителей и гостей республики в период зимнего горнолыжного сезона, особенно в новогодние праздники, в так называемый высокий сезон. Все подразделения ведомств переведены на усиленный режим внесения службы. В канун Нового года представители регионального отделения партии «Единая Россия» посетили дом-интернат для перестарелых и инвалидов в Черкесске. По сальцам этого социального учреждения были вручены новогодние подарки, фруктовые наборы и сладости. Эта акса проходит каждый год по инициативе депутата Государственной Думы Российской Федерации от Карачаева-Черкесии Дешербека-Узденова. Жильцов дома-интерната общего типа для перестарелых и инвалидов поздравили и представители Министерства труда и социального развития республики. Для них был организован праздничный концерт с участием творческих коллективов Черкеска. Также всех гостей ждала встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, в роли которых выступили жильцы дома-интерната. Представление не обошлось без Бабы-Яги и других сказочных героев. Новым годом всех поздравляю, чтобы всегда вы наверх всегда над нами стояли. Вы нам здоровье даете, помогаете. Мы больше не хотим, например. Самое главное, чтобы вы держали, как сейчас. Поздравляю с Новым годом, желаю здоровья и семейной жизни хорошей. Мы приехали с приятной миссией по поручению депутата Государственной Думы Джашельбека Борисовича Узденова. Мы приехали поздравить жильцов этого дома с Новым годом и преподнести им подарки от нашего депутата с добрыми пожеланиями здоровья, счастья и благополучия в Новом году. Очень приятно было сюда приехать еще раз. Мы в процессе строительства дома престарелых мониторили, приезжали. Даже была у нас миссия высадки деревьев в этом дворе. Поэтому очень приятно, что в таких условиях они проживают. Очень приятно. И настроение у них такое очень хорошее, позитивное, новогоднее. Я думаю, что и руководство данного учреждения, и персонал тоже вкладывают огромный труд в то, чтобы жильцы дома престарелых чувствовали себя комфортно, уютно, чтобы у них все было замечательно и хорошо. Подарки на Новый год от руководства Карачаева Черкесии получают и семьи участников специальной военной операции, а также дети из ДНР, ЛНР, которых приютили в нашей республике. И в республиканском детском доме для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошла новогодняя елка, которую посетили представители главы и правительства Карачаева Черкесии. С каждым годом обороты набирает елка желаний для ребят, которые особенно нуждаются в поддержке. Приехали они с приятной миссией, точнее подарками для ребят. Все дети участвовали в акции елка желаний и получили под Новый год именно то, что загадывали Дету Морозу. Милана Богданова является фанатом корейской группы BTS и загадала большую биографическую книгу о группе. Не по годам мудрая девочка желает своим друзьям добра и мира. Ну а директор учреждения Татьяна Савенко поблагодарила руководство республики за такое внимание и желанные подарки для ребят. По всей республике проходит это мероприятие. Мы очень рады гостям сегодня. Рады. Спасибо огромное за подарки такие суперинтересные и необычные. Дети же, конечно же, в восторге. Огромное спасибо. Желаю счастья, чтобы встретили хорошо Новый год, побольше денег и здоровья много. Мои желания просто, чтобы все были счастливы и здоровы. Уполномоченным по правам ребенка в Карачаево-Черкесии компания «Газпром» газораспределения «Черкеск» подарили новогоднее чудо особенным детям. На пожертвование газовой компании средства были приобретены подарки для детей, нуждающихся в паллиативной помощи. Поздравили более 60 ребят и вручили игрушки и сладкие подарки. Главные новогодние волшебники Дед Мороз и Срегурочка. Как сообщили в МВД Республики, 31 декабря в 19 часов в обоих направлениях проспекта Ленина города Черкеска от Кавказской до Умара-Алиева будет введено полное ограничение транспорта до 8 утра 1 января. А сейчас узнаем прогноз погоды на завтра. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура ночи минус 2, минус 7, в горах до 12 градусов мороза, а днём до плюс 11 и местами минус 1, плюс 4. Ночью и утром на дорогах гололедится. В Черкесске без осадков ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура ночью минус 3, минус 5, а днём 8, 10 градусов выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедится. Семнадцатого декабря. Ярослав Запашный. В Кисловодском цирке. Спешите. Пять восемь пять золотой. Лучший момент сейчас. Сейчас скидка до семидесяти процентов. Золотые серьги с бриллиантами и изумрудами. Всего от десяти тысяч шестьсот восьмидесяти рублей. Лучший момент сейчас. Пять восемь пять золотой. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. В московском метрополитене открылась выставка о республике. Знакомьтесь, Карачаева, Черкесия. Приуроченная к столетию региона. На станции Воробьёвы горы Сокольнической линии экспозицию организовала пост пресс ВКЧР в Москве совместно с Департаментом транспорта столицы. Она познакомит москвичей и гостей столицы с богатством культуры нашей многонациональной республики, старинными предметами быта, национальными костюмами, музыкальными инструментами, а также с работами мастеров народных промыслов и декоративно-прикладного искусства, художников и дизайнеров. Круглые прозрачные тумбы и витрины установлены прямо на платформе станции. Выставка продлится до 23 января. Наступает 2023 год. Сейчас как раз идут последние приготовления к празднику. Пора получения подарков. Так как символ года – кролик, многие его приобретут. Кто-то в виде мягкой игрушки, но есть и те, кто заведет настоящего, живого. Альбина Ламкова узнавала, какое ждет будущее, грядущее в году в компании кролика. А кролик – это подходящая компания. Это истина. Тем более, что в компании кролика мы будем жить на протяжении 2023 года. Астрологи утверждают, нам будет комфортно и спокойно. Ну а если еще подарят настоящего, станет еще и хлопотно. Потому как и любое животное требует заботу и внимания. Разведение кроликов стало набирать обороты и постепенно превратилось в популярную сферу животноводческой деятельности. Кролиководы плотно занялись вопросом увеличения популяции этих животных. Два-три раза в год рожает, может дать одна самка. Восемь крольчат нормально кормит. И больше кормит, но крольчата слабо становится. Лучше восемь штук. Азамат Шхагоши в разведении кроликов занимается довольно давно. Есть у фермера и ушастики гиганты и обычные пушистики. И знакомьтесь, его зовут цыган. Он ласков и гриф. У кроликов особенный характер. И могут они обижаться. При этом не стоит забывать, что у них острые когти. Неоспоримый тот факт, что милых и пушистых ушастиков очень любят дети. Поэтому зверюшки часто становятся одними из главных и в большинстве случаев безобидных персонажей сказок и мультфильмов. Есть еще один момент. Наступающий год кролика называют еще и годом кота. А все потому, что чем-то схожи эти два создания. Оба пушистые, ласковые и при этом умеют приземляться на четыре лапы после падения. Главная ценность для символа 2023 года черного водяного кролика – это дом и семья. Поэтому в новом году нужно сделать акцент на личных отношениях, проводить больше времени с родными и близкими. А еще кролики – это не только ценный мех, но и 3-4 килограмма диетического, легко усвояемого мяса. Эта фраза, произнесенная еще в 80-х годах в известной миниатюре, уже давно стала крылатой. В дикой природе хищники это тоже знают. Тут-то пушистикам и пригодятся мегалокаторы, сканирующие местность на подозрительные звуки. Какие ушки у тебя красивые! Чего же ждать от 2023 года? Похоже, год будет довольно стабильным. Крупные экономические кризисы, скорее всего, пройдут мимо, так как кот и кролик не любят резких движений, говорят астрологи. Ушастый невероятно теплый и уютный, поэтому есть ощущение, что наступающий год будет именно таким. А еще пушистики – вегетарианцы, они привыкли к овощному изобилию. А значит, мы можем надеяться на плодотворный год. Конечно же, не все зависит только от кролика или кота. Людям важно самим нести добро, чтобы получать его в ответ. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево, Чекесия. У каждого из нас Новый год вызывает свои особенные ассоциации, часто связанные с волшебными запахами, витающими в воздухе в преддверии этого прекрасного праздника. Неповторимую радостную атмосферу создают яркие мандарины, без которых не обходится ни один стол, нарядные елки и сосны, украшающие улицы, парки, ну и, конечно же, дома. Зеленая красавица украсила и центр Карачаевска. На центральной площади города установили живую елку и украсили разноцветными игрушками. Вот уже несколько дней здесь проводятся новогодние праздники для юных жителей Карачаевска. Еловый запах у многих людей ассоциируется с детством, Новым годом и хорошим настроением, что может оказывать положительный психологический эффект. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Всем мира и здоровья! Ну а завершит последний выпуск в этом году традиционное поздравление от корреспондентов Вестей у главной елки Карачаева, Черкесии. Дорогие наши телезрители, спасибо, что в этот непростой год вы были вместе с нами. Пусть Новый год принесет всем жителям нашей необъятной страны и всей планеты мир и благополучие. Пудьте счастливы! Пусть Новый год принесет только хорошие события. Желаю всем крепкого здоровья, взаимопонимания, побольше радости, благополучия и мирного неба над головой. Пусть Новый год подарит много позитива. Пусть реализуются намеченные планы и исполняются мечты. И пусть в Новом году каждый обретет свое счастье. Приходит кролик, наступает Новый год. Каким он будет, все зависит от нас. Так пусть же он будет теплым, пушистым и обаятельным, как кролик. И обязательно поможет нам во всем. Пусть жители Карачаева, Черкесии в Новом году ожидают только приятные, радостные вести. Всего вам доброго! Пусть ароматные ели, сладкие мандарины, теплый домашний уют и самые близкие родные люди подарят вам счастье. Доброго Нового года! Я желаю каждому жителю нашей прекрасной Карачаева-Черкесии удачи, везения, благополучия и душевной гармонии. Пусть Новый год принесет благополучие в каждый дом, счастье в душе, успех во всех делах и немного радости каждый день. Улыбайтесь почаще, пожалуйста. Прочь гоните печаль и тоску. Пусть хорошее только встречается в наступающем Новом году. Новый год как новая страница. Лучшим заполняйте пустоту. Ваше счастье пусть сияет лица, отражая в людях красоту. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Субтитры подогнал «Симон»